Сегодняшний разговор, рассказ пойдет о именах, фамилиях, истории возникновения имен, истории возникновения фамилий. С древнейших времен люди давали друг другу различные имена для удобства, ну и простоты общения между собой. Изначально это были даже не имена, а скорее всего какие-то прозвища. Это были ласкательные названия животных и цветов для девочек, ну и символизирующие в конечном счете их нежность, ласковость, красоту, такие как, к примеру, розочка, кисонька. Для мальчиков же использовались прозвища, подчеркивающие мужественность и силу. Силач, смельчак, в некоторых цивилизованных стран прозвища давались детям не с самого рождения, ну а, наверное, с момента совершения ими каких-то значимых событий или поступков. Например, индейцы часто давали имена своим воинам в честь первого убитого имени животного. Ну, это мог быть горный орел, это могла быть дикая рысь. В течение жизни прозвища могли меняться в зависимости от обстоятельств. Ну и, соответственно, у тех же индейцев, в некоторых племенах, к примеру, считалось, что, совершив недостойный поступок, воин терял свое имя и должен был заново его заслужить. У некоторых народов имя человека могло отражать особенность его физиологии или характера, например, хитрый, высокий. Порой первоначальное значение от такого прозвища терялось и слово становилось просто именем. Иногда же некоторые прозвища закреплялись традицией, передавались детям из поколения в поколение, становясь уже даже не именем, а, скорее всего, фамилией. Теперь у большинства народов принято давать имена детям с рождения. Ну и появились, соответственно, свои исторические сложившиеся имена, связанные с культурой и бытом. С культурой и бытом. Ну, например, в России большая часть используемых имен имеет определенное происхождение. Ну, такие как славянские, например, Ярослав, славящий бога Ярилу. Это латинские, это Инна, Лилия, Павел, греческие, древнегреческие имена, это Никита, победитель, Николай, победитель народов, Денис, принадлежащий богу Дионису. Древнееврейские имена, это такие как Яков, следующий по пятам, Илья, крепость Господня. Некоторые имена нам дала, соответственно, религия. Известно, они из Библии, это Адам и Ева. Хотя, если Ева более часто используемое имя для девочек, то Адамами, как правило, в России стараются не называть. За исключением, пожалуй, народов Кавказа. Аварцы очень часто называют своих детей именем Адам. В некоторых странах принято давать не одно, а несколько имен, каждое из которых что-то приносит в жизнь своего хозяина. Ну и, например, христианство же позволяет дать человеку при крещении второе имя. Из всех князей, существовавших на Руси, только один из князей носил одно и то же имя, что в крещении, что и в жизни. Это Юрий Долгорукий. У всех остальных князей было второе имя, которое тщательно скрывали. Считало, что это святое всю жизнь будет подкровительствовать над человеком. Как правило, давались именно имя для мирское, для жизни, для мира и имя, которое принадлежало какому-то святому, как правило, в день, в котором он родился. Славяне детей своих называли славянскими именами, которые несли в себе смысловую нагрузку. Например, имя Бедоктур означало «светлая сила», или имя Тихомир, более известное, обозначало «скромный». Поэтому список имен был очень у славян, был очень обширен и включал в себя просто огромный выбор. К сожалению, многие имена в современное время у нас забыты и, как правило, не употребляются. Белогор, к примеру, имеющий отношение к высотам духа, Видеслав, славящий знания, Пересвет, очень светлое, очень знаменитое имя, 1380 год, Куликовская битва. Женские славянские имена наряду с мужскими также несли глубокую смысловую нагрузку. Например, Агидель – это рожденная в огненной стихии, Бана – худенькая, тоненькая тростинка, Дара – Дарх-Она. Большую часть исконно русских имен можно узнать по трем главным признакам. Во-первых, их значение можно понять и сегодня. Например, Богдан – богом данный. Во-вторых, большинство имен наших предков имело светлый, радостный, добрый смысл. Они верили, что имя способно определить судьбу человека, поэтому выбирали для своего ребенка счастливые имена. Например, Любомир, тот, кто любит мир, в основном, в корне и основ, Людмила, Мирослава, Добронрав. Эти три основных признака, по которым можно отличать славянские имена от иностранных – свет, слав и яр. Три основных признака, три основных окончания. Многие имена на Руси имели в составе корень слав. Например, Святослав, Мирослав, Изяслав, Владислав, Ярослав. Присутствие этого корня в слове должно было обеспечить ребенка известностью и славой. У многих исконно русских имен еще одним распространенным корнем является свет. Ну, например, Светополк, Святослава, Светогор, Светлана. Корень означает жизнь, процветание, соответственно, перерождение. Мир, Бог, Люб и Мил. Дворянам, как правило, на протяжении веков богатые люди отличались от простолюдинов внешностью, одеждами и манерами. Но различия могли касаться не только внешнего вида или облика. Существовало несколько правил, согласно которым аристократы называли своих детей. Имя, которое давалось ребенку во время рождения, должно было и без титулов подчеркивать его высокое происхождение в обществе. Все имена в России делились на несколько категорий. Первое – это аристократические имена, второе – это мещанские, и третье – это христианские или сельские имена. Обычно к княжеским именам относились имена великих завоевателей, правителей, царей и князей. И, соответственно, мы все видим, что Олег, Петр, Константин, Ярослав, Дмитрий, это и Андрей, и, соответственно, Николай, Александр – это имена великих, Федор. Девочки из дворянских семей часто носили такие имена, как Софья, Дарья, Ольга, Анна, Елизавета. Нельзя было говорить, соответственно, о равном праве давать имена для дворян и крестьян. Или низших слоев общества. Непозволительно княжескому девочку или сыну назвать было дворянским именем. Поэтому среди низших слоев населения были дозволительными имена, такие как Богдан, Ефросинья, Архипник, Агим, Савелий, Иван, Кузьма. Девочек называли там Матренами, Татьянами, Анфисами и Феклами. Кстати, вот стоит заметить один интересный факт, что имя Татьяна стало дворянским, и дворянских дочерей стали называть княжеских именами Татьяна только после того, как Александр Сергеевич Пушкин написал свою знаменитую поэму Евгений Онегин. Дворянство зачитывалось произведением Пушкина, и поэтому многие знатные дамы называли своих дочерей именем Татьяна. С 18 века русская знать благодаря реформам Петра первого открыла для себя Европу, поэтому в Россию хвынули, наверное, волна заграничной моды. Это же коснулось имен и привычек дворянства. Зальше чаще стало называть своих гувернанток, заводить гувернанток из Германии, из Франции, и поэтому имена детей значительно изменились. Здесь, подражая заграничному этикету, появились такие имена, как Серж, Франц, Николя, Аннет, Натали, Марго, Элиза, ну и Даниэль, соответственно. После революции 1917 года граница между слоями населения напрочь была разрушена, в результате чего страну пришла мода на простые пролетарские имена. Но и здесь имеются свои перегибы. Появлялись такие имена, как Даздра Перма, Даздра 1 мая, Стратостат Иванович, Дизель Петрович, Алгебраина Семеновна, Ким, коммунистический интернационал молодежи, женский вариант это Кима, соответственно. Ну вот подобные перегибы после установления советской власти, как правило, появились. Что касается происхождения фамилии и ее история. История происхождения фамилии, как правило, волнует многих носителей дворянских титулов в прошлом. Если знать, откуда пошли родственники, можно узнать больше о своем роде. Значение происхождения фамилии, как правило, может помочь вам узнать об истории собственной семьи. То есть фамилия это то же самое, что и семья. Сам термин фамилия появился в первую очередь в Древнем Риме. Находящийся, то есть людям, которым, традиция, люди, которые находились в подчинении или в собственности одного человека, по его имени продолжались и в среднем давали одну и ту же фамилию. Далее продолжались и в средние века существования за пределами римских земель. Европейские, к примеру, и русские крестьяне имели общее название от имени своего хозяина. Краткая история происхождения такой приставки к имени началась еще, наверное, в 13 веке. Русское население росло и появлялась необходимость каким-то образом производить идентификацию человека. Кроме того, были введены особые документы, чтобы попасть, к примеру, в поселение, необходимо было предъявить специальный пропуск. А самые первые исторические свидетельства о появлении фамилий на Руси появились в описании жизни древних новгородцев. Тогда, чтобы отличать представителей одного рода от другого, в обиход вошли прозвища. Было несколько способов их формирования. Отсюда и начиналось происхождение фамилий, русских фамилий. Фамилия деревенских жителей стали идентификацировать, как правило, в первую очередь по профессии. К примеру, такие фамилии, как Гончаров, Гончаренко, как правило, имеют происхождение от профессии гончар. Так, соответственно, пошло происхождение от имен, к примеру, Ивановы, Петровы, Сидоровы, Андреевы, Никогимовы. Фамилия Иванов относится к распространенному типу фамилий, образована, как правило, от крестильных имен. Если понимать, что такое крестильное, а что такое некрестильное. К примеру, фамилия Усков произошла от некрестильного имени Ус. И, как правило, имела просто для скрытия деятельности. Ну, либо родоначальник носил какие-то большие усы, либо каким-то отличительным образом отличался. К примеру, вот мой прадед имел фамилию Калинчук. Калинчук имеет значение как красивый. Видать, родоначальник данной фамилии был именно красивый. Второй прадед и были рудыхи. Это рудокопы. Рудых, руда, рудокопы. Соответственно, бесчетные. Это по бабушкиной фамилии бесчетные, потому что они были бесчета. И, как правило, их считать было много девок, но не было мужиков в роду. Это моя бабушка по отцовской линии. После 988 года каждый славянин в своем официальной церемонии крещения, как правило, получал у священника крестильное имя, которое служило только одной целью – обеспечить человека личным именем. Ну, вот, соответственно, это Иван, Петр, Федор. От этого можно и считать какие-то фамилии. Иногда фамилии происходили от места, где находился человек, от места его жительства, от названия его деревни. Соответственно, богатые владельцы имени не слишком долго думали по поводу того, какое наречие взять для своей семьи. Они назывались в соответствии с именем деревень, которыми владели. А некоторые выросли. Например, такая фамилия, как Зеленский, очень знаменитая. Это от деревни Зеленька, что в Каневской области. Как правило, фамилия пошла оттуда. История происхождения названий таких селений связана с историей славян. Как правило, первые имена деревни получали от пролегающих рядом географических объектов. Имени могли называть из-за большого количества рек или обширного березового леса неподалеку. Многие дворянские фамилии имеют татарское происхождение. Это вот Юсуповы, Ракчеевы, Букины. Но все это следствие имя монголого татарского ига, которое просуществовало в достаточно долгий период времени на наших землях. Основатели нового рода, получившие прекрасное образование, в будущем, как правило, добивались большого успеха. Вот, в принципе, все, что мне хотелось рассказать о происхождении имени и фамилии. Если вы заинтересовались более подробно, можете посмотреть мою презентацию и почитать реферат на канале про китайские.